Но здесь я бы добавил какой момент. Вся крипта сидит в Дубае по простой причине, что крипту не своруешь, не отнимешь. Поэтому там не критично право собственности, защита права собственности. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что, да, Украина занимается офшорным программированием, так называемым. Они, по сути, IT-рабы. IT-рабы западного… Можно, пожалуйста, не так? Нет, нет. Я очень прошу. Нет, нет, нет. Это не обидное слово, это нормально. То же самое делала Беларусь вначале. Любая страна, Индия была, это очень долгое время, они занимались только офшорным программированием и колл-центры в Индии размещались. Это сначала нужна массовая IT-изация, как сказать, ну, было, чтобы много IT-шников, которые хорошо кодируют, которые умеют и понимают, как кодировать продукты для западного рынка. Потому что создать продукт очень сложно, выстреливает один из ста тысяч, может быть, продуктов. И когда каждый IT-шник пытается пилить свой продукт, это тупиковый путь. Вот в Казахстане у нас как раз-таки в этом и заключается проблема, что не так много IT-шников, но любого IT-шника возьми, он пилит свой продукт. Я говорю, зачем ты пилишь, ты хотя бы для западной компании что-то поработай там. Я почему про рабы говорю? Потому что я в авиации, когда учился, у канадского молодого парня спрашиваю, куда ты поедешь? Он говорит, в Африку. Я говорю, зачем? Потому что он говорит, в Канаде не берут пилотов меньше, чем 5 тысяч налетов в часок. А где я их наберу? Я говорю, могу только, если я буду рабом в Африке. И говорит, я должен 5 тысяч налетать, потом вернусь в Канаду и мне дадут работу. То же самое, это эволюция. Все страны проходят. В Казахстане я много раз говорю, что вы, каждый из вас, пилите продукт. Каждый из вас хотите стать единорогом. Вы не знаете чувства рынка. Вы не знаете потребителей. Как вы, сидя в Казахстане, хотите сразу Facebook запилить? Сначала научитесь пилить для Facebook какие-то приложения. Потом это придет. Поэтому сначала масса, потом качество. В плане подготовки программы на местах, я сам за то, что в Узбекистане готовили на местах, они отправляли в Японию. А в Японию или в другие страны нужно отправлять после вот этих конкурсов победителей, олимпиад, конкурсов и так далее. А в целом, конечно, для повышения общей квалификации, я считаю, это очень-очень круто. И вот в России сейчас начали по регионам развивать центры компетенции. И они уже Кайдзен, это называют, ну они применяют ЛИН, западную версию Кайдзен, они это уже возвели в ранг государственной программы. Создание центров компетенции ЛИН в каждом регионе. Государство это финансирует. Это очень круто. Если в Узбекистане это будет, то Узбекистан реально выстрелит очень сильно. То, что Узбекистан развивается, ну это очень круто, но надо помнить, что Узбекистан стартует с низкого старта. С низкого старта вам нужно еще разогнаться, поэтому вы сейчас стоите на пороге новых возможностей, но насколько вы их реализуете, зависит, конечно, от всех вас.